Здравствуйте, ребята! Приветствую вас в Доме Знаний. Тема нашего сегодняшнего вебинара – «Жизнь и творчество» Антона Павловича Чехова. С уроком по данной теме вы можете ознакомиться на сайте Дома Знаний. А эпиграфом к нашему сегодняшнему уроку я взяла слова самого Чехова. «Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на Земле». Ключом к пониманию творчества Чехова могут стать слова Горького. Мимо всей этой скучной серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек. Посмотрел он на всех этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной и тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал «Скверно вы живете, господа!» Антон Павлович Чехов – необычный писатель. Он и человеком был необыкновенным. Главными частами его были интеллигентность, деликатность, умение сильно чувствовать, любить. Туманны, холодны и пошлы – эти слова современника о чеховских рассказах. Его не сразу поняли. Говорили, что Чехов – поэт будний, серых людей. С такой точкой зрения спорили хорошо знающие и понимающие Чехова Станиславский, Бунин и Горький. «Слишком своеобразный, сложный был он человек», – писал о Чехове Иван Бунин. Мягкость, интеллигентность и внутренняя сила, поэтичность и сатира – все это сочеталось в нем. Антон Павлович Чехов родился 29 января 1860 года в Таганроге. Чехов был луком крепостного и сыном таганрогского мещанина, торговавшего в своей бакалейной лавке и впоследствии разорившегося. Антон, как и его старшие братья Александр и Николай, был щедро наделен родовыми способностями. «Талантно со стороны отца», – писал он, «а душа со стороны матери». Мальчик учился в местной гимназии, которая мало располагала к развитию талантов. После вынужденного переезда, обедневший всем задолжавшей семью в Москву, Антон начал писать свои первые юношеские пьесы и рассказы. А в 1879 году поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1880 году он напечатал в рурнале «Стрекоза» первую свою морезку за подписью «В», а позже появился псевдоним Антоши Чеханте. Редакция сочла, что рассказ написан недурно и предложила гонорар в размере 5 копеек со строки. Вы спрашиваете, ребята, о псевдонимах Чехова. На самом деле, Чехов был очень изобретательным в придумании псевдонимов. Пожалуй, ни у кого из писателей не было столько вторых имен. Вот некоторые из них. Так называл Чехова законноучитель Таганрогской гимназии отец Покровский. Чехов подписывался также Лаэрт, Улисс, Врач без пациентов, Акаки Тарантулов, Кисляев, Балдастов, Шампанский, ЧБС, то есть Человек без селезенки, Брат моего брата, Некто, Шиллер Шекспирович Гёте и так далее. Мы перечислили далеко не все псевдонимы Чехова. С одной стороны, в этом проявлялась любовь писателя к розыгрышам и шуткам, его чувства юмора. А с другой стороны, Чехов писал Беливину. Фамилию я отдал медицине, с которой не расстанутся гробовой доски. С литературой же мне рано или поздно придется расстаться. Во-вторых, медицина, которая мнится себя быть серьезной, и игра в литературу, должны иметь разные клички. В это же время начинающий писатель работал в земской больнице. Об этих годах своего становления Чехов писал Суворину. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на начинопочитании, словами воповских рук, поклонения чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много рассеченный, ходивший по урокам без галош, дравшийся, но мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества. Напишите-ка, как этот молодой человек выдавливает по капле из себя раба, и как он, проснувшись одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. В 1984 году Чехов окончил университет, занимался врачебной практикой. В этот период у Чехова появились первые признаки заболевания туберкулезом. В Петербурге молодой писатель познакомился с известным литератором и влиятельным писателем Сувориным и стал печататься в его популярной газете «Новое время». Пьеса Чехова «Иванов» была поставлена в Москве в 1887 году, а в 1888 напечатана повесть «Степь» – итоговое произведение для творчества 80-х годов. Талант Чехова крепчает. Достаточно вспомнить такие известные всем рассказы, как «Хамелеон», «Унтерпришибеев», «Гори» и другие. За сборник рассказов «Сумерках» Чехову была присуждена в Пушкинской литературной премии Императорской академии наук. И вот в разгар своей славы в 1890 году Чехов поехал на остров Сахалин изучать и описывать жизнь каторжников и ссыльных, а также местную природу. Вернулся он морем через Индийский океан, потом с Сувориным путешествовал по Европе. Об этой поездке вы просите рассказать более подробно. Конечно, ребята, это очень важный этап биографии Чехова. В 1890 году писатель уезжает в Сахалин, чтобы изучать каторгу – одну из самых ужасных нелепостей, до которой мог додуматься человек. Эта поездка – настоящий подвиг. Представьте себе, более 4000 верст на лошадях по Сибири, где холод, пронзительный ветер, разливый рех. А Чехов серьезно болен, и как врач знает, чем ему грозит этот путь. Впечатления от поездки стали материалом для книги-очерков «Остров Сахалин» и причиной написания ряда рассказов, например, палата номер 6. Подвижническая работа была проведена Чеховым на Сахалине во время путешествия. Он произвел перепись населения острова, составив около 10 тысяч статистических карточек. Было собрано огромное количество документального материала о труде, быте с сахалинских каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем произволе. Чехов посещал тюрьмы, подробно изучал их техническое и санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством людей. После возвращения с Сахалина Чехов систематизировал свои записи и написал книгу «Остров Сахалин». Это произведение вызвало огромный резонанс в России, ребята. И на Сахалин обратили внимание официальные лица. Министерство юстиции и главное тюремное управление командировали на Сахалин своих представителей. Как говорили современники, с легкой руки Чехова Сахалин стали посещать как русские, так и иностранные исследователи, а содержание заключенных было улучшено, и жизнь их стала гораздо легче. Поселившись в 1992 году в своем умении Мелихова, писатель занимался общественной деятельностью и медицинской практикой. Удивительно, как он все это успевал. Во время холерной эпидемии Чехов работает демским врачом, обслуживает 25 деревень. Он на свои средства открывает в Мелихове медицинский пункт, принимая множество больных и снабжая их лекарствами. В Мелихове и его окрестностях Чехов строит три школы для крестьянских детей, колокольню, пожарный салайдик для крестьян. Участвует в прокладке шоссейной дороги. Ходотайствует, чтобы на Лопазинской железнодорожной станции стали останавливаться скорые поезда. Там же добиваются открытия почты и телеграфа. Кроме того, организует посадку тысячи вишневых деревьев. Засеивает голые лесные участки лиственницами, вязами, кленами, соснами, дубами. В Мелихове Чехову приходит идея создания общественной библиотеки в родном Таганроге. И писатели жертвуют туда более двух тысяч томов собственных книг, среди которых немало уникальных изданий с автографами музейной ценности. Впоследствии Чехов постоянно отсылает в библиотеку закупаемые им книги, причем в больших количествах. Благодаря усилиям Антона Павловича в Таганроге появился памятник Петру I. В Париже Чехов сумел убедить известного скульптора Антокольского подарить извояние городу. Он организовал бронзовую отливку статую и доставку ее через Марсельский порт в Таганрог. Каким-то чудесным образом он успевает еще и заниматься литературой. Как уже было сказано, в 1993 году была закончена книга «Остров Сахалин», которая имела огромный общественный резонанс. Известность Чехова росла, его сборники прозой имели успех и часто переиздавались с Сувориным. Через некоторое время состоялось знакомство Чехова с Львовом Николаевичем Толстым. Незадолго до смерти Чехов скажет о Толстом, «Я ни одного человека не любил так, как его. Я человек не верующий, но изо всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру». К 1896 году написана и поставлена пьеса Чехова «Чайка». Одновременно старая чеховская комедия «Леший», переработанная в пьесу «Дядя Ваня». Чехов-драматург выступил подлинно новатором в истории русского театра. Он сближается с Максимом Горьким, Буниным, Куприным и другими своими современниками. Между тем прогрессирующий туберкулез заставил Чехова лечиться во Франции, а в 1998 году он начал строить дом в Ялте. В этом же году в Московском художественном театре состоялась знаменитая премьера «Чайки». Имение в Мелихове Чехов продает в 1999 году и с матерью и сестрой едет на жительство в Ялту, где уже закончено строительство прекрасного дома. Антон Павлович снова хлопочет об устройстве жизни других людей, начинает активную общественную деятельность. Как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует деньги на строительство школы, хлопочет об устройстве первой биологической станции. Будучи сам тяжелобольным, работает в попечительстве приезжих больных. В то время очень многие туберкулезные больные приезжали в Ялту почти без денег, только потому, что были наслышаны, что Антон Павлович Чехов помогает устроиться и даже может похлопотать о виде дожительства для людей еврейской национальности. Несмотря на болезнь, в воспоминаниях современников Чехов всегда оставался живой и яркой личностью. Иван Бунин писал, «Я вижу Чехова чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знавала его в течение четырех лет наших отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царила шутка, смех и даже шалость. Чехов понимал, что его состояние очень серьезное. В письме Суворину он сообщал, «Я на днях едва не упал, и мне минута казалась, что я умираю. Быстро яду к террасе, на которой сидят гости, стараюсь улыбаться, не подать виду, что жизнь моя обрывается». И даже такой критический момент приписка весьма характерна для Чехова, как-то неловко падать и умирать при чужих. В 1900 году Чехов был избран отчетным академиком Императорской академии наук и уехал за границу. Женился Чехов на талантливой актрисе Ольге Леонардовне Книпер, которая наполнила жизнь его счастьем, большой любви. В 1904 году в МХТ состоялась премьера Вишневого сада, но силы писателя слабели, здоровье ухудшалось, и 2 июля Чехов скончался от туберкулеза в немецком курортном городке Бэден-Вейлер. Развязка по воспоминаниям современников наступила в ночь с 1 на 2 июля 1904 года. Ольга Леонардовна рассказывает, что в начале ночи Чехов проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. — Я вспомнила, — говорит она, — что в этом же отеле жили знакомые русские студенты, два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором. Сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающего. А он с грустной улыбкой сказал, — На пустое сердце льда не кладут. Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно громко сказал доктору по-немецки. Он очень мало знал по-немецки. Их штербы. Потом повторил для студента или для меня по-русски. — Я умираю. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся со своей удивительной улыбкой, сказал, — Давно я не пил шампанского. Спокойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда. Шампанским наполнен бокал. Июльская ночь на ущербе. Прощай, Баденвейлер, их штербы. И допит последний глоток. Немецкий уснул городок. Подумай, какая досада. Лишь ветки вишневого сада белеют в июльской ночи. Колеблется пламя свечи. Актриса известная плачет. Не знаю, зачем она прячет последние слезы свои. К чему здесь сейчас соловьи? Последние слезы горючи, Шиповника стебли колючи, Крыжовника иглы остры. И будут рыдать три сестры И многие сестры иные, Немногие братья родные И множество братьев иных. Зачем эти розы цветут? Как все в этом мире похоже? И на Новодевичьем тоже такие же розы, Как тут. Писал в своем посвящении Чехов Поэт Юрий Левитанский. Чехов умер в Германии. Охоронили его в России. Транспортировка тела На столь большие расстояния Требовала вреденных условий. С этим связана скандальная история о том, Как тело великого русского писателя Было доставлено в Москву в вагоне, На котором покрасовалась надпись Для перевозки свежих устриц. Антона Павловича Чехова Похоронили на кладбище Новодевичьего новостыря Рядом с могилой отца. Своё слово о биографии Чехова Я хотела бы закончить словами Русского советского писателя Сергея Довлатова. Можно благоговеть перед умом Толстого, Восхищаться изяществом Пушкина, Ценить нравственные поиски Достоевского, Юмор Гоголя и так далее. Однако, похоже, быть хочется Только на Чехова. И с этими словами нельзя не согласиться. Мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар, ребята. Я надеюсь, вам было интересно Слышать факты о жизни и творчестве Великого русского писателя Антона Павловича Чехова. До свидания. До новых встреч в Доме знаний.